Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэм и продолжаем играть в игру вперед на зомби войну. Так, для начала мы... Ага, заберем это все дело обязательно. Так, ну что, вы как понимаете у нас закончилась лига, ребята, я получил здесь достойное место, то есть я 5 сундучков своих получил. Ну, вскрывать я это все конечно же не стал. А, у меня даже их 7, 2 видно было. Давайте посмотрим, что у нас тут выпадет. Мне ресурсы, ребята, вот эти вот честно говоря не актуальны. Потому что вы знаете сколько у меня всего уже набито за один лишь только ивент, который у нас до этого был. Так что я, как говорится, не нуждаюсь в них. Ну, откроем уж для интереса, может быть что-нибудь нам выпадет прикольное. Типа колесико или еще что-нибудь. Так, фляжка в принципе неплохо на плюс 3. Я считаю это нормуль. Так, что здесь у нас? Опять же ничего и последний ящик мы с вами скрываем. Естественно, ребята, сегодня мы с вами пойдем опять же зарабатывать себе топовое место. Так, выхлопную я вот это вот. А, смотрите, мы можем с вами вот это приобрести. Не знаю правда зачем. И у меня немножко денег. Я пофармил капельку совсем. И получил... Так, вот здесь мы тоже забираем. И заработал с вами 10 тысяч. Ну, куда их можно потратить? Да хоть куда, ребят. Так. Во. Вот, вот, вот именно пилу нам и нужно. Ребята, все. Он фулочкой стал абсолютно полностью на плюс 3. Он у меня проп... А, нет! Нет, ребятушки, не полностью. Это непорядок. А, как это так? А ну-ка давай. Что это за дела такие? Мне не нужны недоделанные здесь. Мне нужны нормальные ребята, чтобы держали. Так, теперь, вот теперь, ребят, точно все на плюс 3. Так, я хотел проверить своих старых бойцов. Все ли они у меня на плюс 3. Так. Марина, все отлично. Так, газорезчик. Давай-ка мы его проверим тоже. Опа! А газорезчик-то, ребятушки, и попал. Смотрите, ребята, он вообще, вообще у нас... Слушай, это не дело. Это мне не нравится. Это все надо абсолютно сбрасывать. Все сбрасываем с вами. И, конечно же, надо будет усилять. Кто-то хотел спросить. Рэй, покажи, типа, как он работает. Именно резчик этот. Ребят, он работает... Что такое у меня? Что с деньгами? Нет? А, мы здесь сделаем груз. Он работает как? Он, ребят, подбегает у нас к вражеской баррикаде. И начинает просто ее разрезать своим сварочным аппаратом. В принципе, вот так он и работает. И, соответственно, чем больше у него вот этих вот плюсиков, плюс 3, плюс 3, плюс 3, тем быстрее. Единственный у него недостаток, он не может за себя постоять. Он пробегает через толпы зомбарей, как говорится, не обращая на них внимания. Но во время работы, когда он начинает резать баррикаду, в этот момент его, конечно, могут убить. Причем в легкую, потому что он не отбегает, ничего не делает, не защищается. Его просто-напросто сминают, знаете, как тряпку, блин. Ну все, ребята, он у меня тоже на плюс 3. Что это у него такое? Атакует только базу противника. Да, ребята, вот здесь вот все это описано. Так, давай посмотрим теперь на Кэпа. Кэпа у меня, по-моему, точно не прокачан. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Как это так, ребята? Ну как же так? Конечно, я от него каких-то жду результатов. Естественно, ребята, он ничего не может мне дать толкового, так как... Ну он не прокачан, короче, ребята, полностью был. Вообще не прокачан. Слабенький, жесть. Естественно, нам нужно его укреплять. Чтобы он хоть какие-то результаты показывал. Даже там, где у нас 3-3-3 и 1 есть, я все равно, ребята, это буду сбрасывать. Мне нужны только троечки, понимаете? Только троечки, чтобы везде были. Чтобы я чувствовал этого персонажа. Чтобы я точно мог сказать, что этот парень отработал на все 5 баллов. Так. Отлично. Где еще у нас? Смотрим, ребята. Воу, воу. Какой-то бардак, беспредел просто-напросто, ребят. Ну что это за дела, а? У меня, наверное, денег-то не хватит, да? Скорее всего, у меня не хватит бабла на полностью прапывание. Так, и что у нас еще? Еще вот здесь надо сбросить. Кстати, быстрее всего у меня заканчивается, ребята, донорская кровь, как вы могли заметить. И вот здесь тоже нам нужно поменять все это дело. Опс, и не хватило. Вот это, вот это обломись называется печенюшкой. Жесть. Вот это да. Ладно, хорошо. Что мы с вами можем сделать? Мы можем с вами пройти один уровень, который я фармлю. Кстати, многие тоже говорили, откуда у тебя столько денег, Рэй. Сейчас я вам, ребят, покажу. Но вначале надо сделать, наверное, чуть-чуть потише музыку, звук. Да, я думаю, вот так будет достаточно. Так, секунду, а что у нас здесь? Что такое? Что у меня? Типа я могу поменять колесико на белое. Ну давай поставим вот такое, пускай у нас будет. Так, для того, чтобы, ребята, фармить, мне нужен кто? Аустин, мне нужен кэп и мне нужна бочка. Я уже не знаю, сколько раз я вам показывал. По крайней мере, у меня этих серий очень много, потому как я зарабатываю и фармлю деньги. Но так уж и быть, я вам еще раз покажу. Чтобы уже самые юные и новые зрители или подписчики уже не задавали этих вопросов. В общем, с вами мы выжидаем, когда у нас откатится Аустин. То есть, он стоит 30 энергии. И, соответственно, сейчас, видите, вот эта полосочка на откат идет. Все, сейчас мы его будем призывать. Но чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже мне нужно еще небольшую фору взять для кэпа. Потому что в данный момент они будут у меня работать в паре. Буквально какое-то небольшое количество времени. Все, вызываем Аустина. Аустин, если кто не знает, это, ребята, герой-грабитель. Он грабитель из, наверное, отсылка идет из Payday. Грабит банки. Ну, в данный момент он у нас обворовывает тех же самых зомбарей. Вот мы вызвали с вами кэпа. И теперь кэп дает ему ускорение и усиление. И у нас идут офигенные здесь, как говорится, перестрелки. И денежка к нам идет в карман. Соответственно, как только мы с вами вызываем второго Аустина, я убираю с поля боя кэпа. Потому что он нам больше здесь не пригодится. А делается это вот так вот. Подождите. Сейчас мы... Черт, Аусин, ага. Вот так вот. И взрываем. Все. Ребят, единственная проблема, что кэп может сейчас встать в виде зомби и атаковать. Посмотрим, произойдет такое дело или нет. По идее, не должен, да. Потому что мы его сами взорвали. А если бы он упал от руки зомбарей, он бы обязательно превратился бы в зомби. И вот таким, ребятули, незамысловатым способом мы с вами зарабатываем деньги. Вы сами прекрасно видите, да, там по 16, по 11 монеточек. Не за каждого убитого зомби, но за большинство у нас падает. Если бы у нас здесь был бы кэп, он очень много чего бы у нас бы отнимал. Как говорится, вот эти бонусы бы у нас не так часто срабатывали. Хотя они и здесь не очень часто. В общем, ребят, здесь чистый рандом. Можно за уровень, как я вам говорил, и тысячу заработать, я имею в виду голды. А можно заработать и 500. Вот. От количества, сколько здесь у нас будет аустинов находиться, ничего ровным счетом не произойдет, ребят. Хоть 20 вы призовите. Единственное, что они сделают, это уничтожат первый ряд. Пройдут сюда, а этот задний ряд уже встанет и может их покромсать. Так что нужно делать не больше трех-четырех, и вот они вот так вот будут, ребята, держать вот эту вот линию огня. Ну, соответственно, и мы с вами получаем деньги в фарм. На этот случай, ребята, когда вот у нас появляется, видите, значок волны, через 30 секунд у меня припасены именно марины. Ну, в данный момент можно даже попробовать вызвать резчика. Давайте посмотрим. Он очень быстро бежит. Если его здесь не поймает, то он должен пробить баррикаду. Но его убили, к сожалению. Для этого мы вызываем с вами марину. Кстати, вот немножко мы тут запыхались с вами. Тут один секунд, а везде горит огонь. И марины... Нет, должны они пробить, успеть. 6-5, хотя могут и не пробить. Нифига, ребята. Вот это круто. Пробьем. На последних-то секундах. Да, пробили все-таки мы на последних секундах с вами. Отлично. Ну, это из-за того, что я, ребята, вызвал для вас этого самого Марины. Хотел показать, как он пробивает баррикаду. Вот. Все. Мои аусины здесь отработали. Мы имеем с вами 2000 голды. Было у нас 1400 или 1300, я уже точно не помню. Вот. Не очень много, конечно, мы с вами заработали. Но, тем не менее, нам хватит для того, чтобы еще разочек улучшить нашего кэпа. Так, а я вижу здесь еще два уровня. Этот и вот этот, где нам нужно его подтянуть. Так, погоди, к секунду. Ага. Значит, вот этот мы с вами, ребята, уровень подтягиваем. И остается всего лишь один уровень. Вот этот вот. По сбросу нужно 2500 голды. Ну, в принципе, не так уж и много. Так что, ребятушки, все у нас будет это впереди. Так, ну что же, я еще, конечно, хотел бы проверить, как у нас пила здесь вот на 15 уровне. Поэтому давайте мы что-нибудь с вами такое замутим, какой-нибудь уровень. Но возьму-ка я, наверное, здесь не аустин у меня будет, а предположим... Так, Карлос у нас был, мы его испытывали. Так, а давай вот этих вот возьмем, ФБРовцев, вот сюда поставим. Так, бочка нам здесь нафиг не нужна, поэтому лучше какого-нибудь взять нам юнита. Какого взять нам лучше юнита. А давай вот так вот возьмем, Куин. Ну что, ребят, давайте проверим. А я представляю, кстати, если бы у нас в пачке был бы, например, и Берс, и Пила. Вы представляете? Это было вообще боевуха. Ну что, давайте посмотрим. Ох, их колыманы. Ага, ага, ага. Начинается, начинается, ребята, веселуха. Начинается, ребята, веселуха. Так, можно... Нет, не будем пока этого делать. Давай ФБРовцев вызовем, посмотрим, как они будут здесь у нас рулить. И пилу. Ой-ой-ой, смотри, как по красоте, ребята, они действуют. Ой, пила тут вообще просто... А если еще и Куинку, да еще и Кэпа? Сейчас, ребята, будем бросать гранат с вами. Зачем я так сделал? Вот. На. Я, кстати, не видел, какой зомби получается от Куинки. Давай напередок. Ой, ребята, я вам скажу, но это просто по красоте. Просто по красоте. Хотел еще, конечно, вызвать кого-то, но у меня не получилось. Ладно, давай немножечко усложним. Что-то тут как-то уж больно легенько. Давай возьмем не уровень четвертый, а, например, уровень седьмой. Невозможно. Плюс дождь. Хорошо. А чем у нас дождь? А, все, я понял, ребята. У нас здесь не горит огонь на земле, как во время дождя. Ой, тут будет сложно, наверное. Так, но, опять же, мы можем с вами сделать хитро. Вызвать, например, вот этих вот ФБРовцев. Они не должны реагировать. И ФБРовцы должны потихонечку в них стрелять. Куда пошли-то? Ой, а что такой... А что такой урон-то никчемненький? Пила, выходи. Ах, да, ребята, у них... Оу! Нифига тут. Не тут... Не все так просто, ребятуль, как хотелось бы, как казалось бы. Ну-ка, давай, пила. Устрой-ка им тут. Под Берсом, конечно, они тут будут, ребят, разруливать ситуацию-то. Понятное дело, конечно. Смотри. Дзих! Просто нафиг. Ядрени фини всех сносит. Так, давай еще пил. Ой! Ладно, забыл, ребят, забыл бросить гранату. Ну, сейчас бросим. Еще бросим. Еще бросим. А больше не понадобилось. Хе-хе-хе. Да. Разнесли. Ну, не чисто, но это ладно, ребят. Это все в целях показательной, как говорится, серии у нас идет. Так, ладно, в общем, вы увидели, что такое пила, что она делает. Она делает ужасные вещи, просто-напросто. Ну-ка, давай вот это вот. Невозможно. Так, хочу немножко себе кое-то что поменять. Так, мы возьмем... Ах, у нас еще недокачанный, оказывается. Толстячок-то, чоппер. Подожди, почему недокачанный? Докачанный, вон, 15 уровень, все нормуль. Давай мы вот так вот сделаем. Сюда его возьмем. И вот так вот мы, наверное, сделаем. Так, вместо кого? Вот сюда вот. Ну, что, посмотрим, ребят, протестим. Так, может быть, сюда найти? Нормально. Давай посмотрим, что это у нас за уровень такой. Ммм, тут яйца, е-мое. Под это дело я как-то не подписывался, если честно. Ну-ка, посмотрим. У нас ФБРовцы подойдут втихаря или не втихаря? Будут они по яйцам по этим стрелять? Куда вы прете-то, эй? Ну, нет, смотри, нормаль. Нормулька. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сейчас яйцо, ребята, раскроется. Вылезет поганое яйцо. Так, пила побежал. Так, кэп выходит у нас. Так. Ну-ну-ну-ну, яйцо уничтожили. Отлично, ребят. Ах, тут еще и камикадзе! Идрит тебе на корень. Нежданчик для меня это. Если честно, для меня это, ребят, нежданчик. Что тут будут камикадзе. Так, хорошо. Пока хорошо все идет. Бесконечные армии вот этих вот ублюдков идут. Ё-простые. Они у нас взрываются, ребят. Вот эти учречки взрываются. И, по-моему, из них появляется еще три дополнительных вот этих вот зомбаря. Но я вам скажу, что ФБРовцы здесь просто великолепны. Они здесь ситуацию держат капитально. Тут не поспоришь. Ах, тут еще одно яйцо, ребят. Я его не видел, к сожалению. Опс. Одного ФБРовца снесли, но второй-то остался жить. И это круто. Да, очень-очень хорошо, ребят, ФБРовцы работают. Так что, в целях, если кто хочет делать бесшумные, тихие вылазки, я, конечно же, вам его рекомендую. Отлично. Так, ну что же, тут прошли на ура. Соответственно, больше денег, больше опыта. Но нас-то не это интересует. Это, ребят, мы просто с вами посмотрели некоторых бойцов, как они себя ведут. Наша основная цель, это же, конечно же, лига. Ух. Так, ну что, мы будем с вами менять состав? Или же нет? У нас вот такой вот составчик. Карлос, Марины, Гренадир и Механик. И Механик. Ладно, давай попробуем. В бой. И, как говорится, сделаем одну заходочку. Посмотрим. Как у нас тут? Опа, опа. Хорошо, Карлос отработал. В принципе, снайперша тоже не промах девочка была. Дальше рулим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это было, блин, а вот это было больно, ребят. Ну, тут механику хана. Тут было больно для Карлоса. Потому что Карлос подорвался на мини-вражеского Гренадира. Потому что тут не мини, а гранати. Тот, потому что ее бросил. Довольно-таки удачно, блин. А тут все, тут хана, ребят. Тут хана снайперши. Опс! А может быть и не хана? Нет, снайперша должна подбить. Да. Хей, Михас. Вот тебе и хей, Михас, е-мое. Оу! Даже не успела пикнуть, ребят. Карл не успела пикнуть. Ее сразу снесли. Зачем он ее поставил спереди? Когда она должна быть где-то посредине на худой конец. Никак не спереди. Это уж точно. Так, не забываем, ребята, что Глена у меня здесь нет. Так что дополнительной жизни здесь ни у кого не будет. Хотя она нам, в принципе, пока и не нужна. Идем довольно неплохо и ровно. Так. Опять... А, нет, смотрите-ка, Карлос выжил. И причем мы еще и подорвали вражеского Гренадира на гранате. Так что расстрел. Да. Не щадя живота, мы убиваем всех. Так, двигаемся дальше. Так, а вот тут уже щекотливенькая ситуация, ребята. Оу! Я никак не думал... Да, смотри, чувак без ног такой. Лежит, блин. Что мы с вами сможем вот этого подбить. Так. Ага, смотри. Только хотел сказать, ребята. Легкого солдата давно не видел, как он будет себя вести. Его тут уже сразу снесли. Так, это что у нас получается? Мы с вами идем, что ли, на... Опс! Опс! Да, ребята, мы идем с вами на чистую победу. Если сейчас моя снайперша не лузанет, она не должна. Да, ребята, я нас поздравляю. Мы прошли с первой заходки с вами все 9 побед. Это, если не ошибаюсь, третье по счету у нас, которое снято на видео. Ух! Я доволен таким результатом. Очень сильно доволен. Мы с вами получаем еще, конечно же, денежку за это все. Эээ... Так. Ну что, у нас есть еще немножко времени. Давай, наверное, мы... А знаешь, что сделаем мы? Мы сделаем... Перейдем вот на восьмой уровень и посмотрим... С боссом с последним у меня не хватит, ребята, бонусов. К сожалению, так бы я обязательно бы поиграл. А давай посмотрим вот здесь. Вот невозможно. Срок... 140 уровень. Ё-моё, я же не поменял этих. Ай, ладно. Посмотрим. Ой! Блин, жесть. Ребят, тут не пройду. Сразу вам говорю, здесь будут сейчас и камикадзе, и вся эта... Шелупень. Вариантов нету. Причем вот жалко, что пока яйцо не раскроется, ребята, мы не можем наносить ему урон. Опа, а вот эти ребята плохие. Ага, ага. А вот они, блин, говняные камикадзе черных, побрал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, эти жаробасы, ребят, смотрите, они такие уж и простенькие, они такие уж и легенькие. Аааа, сейчас будет расколбас. Вообще жестко, жестко тут, ребят, все идет. Эй, блин. Так вот этих гадов. Ну, вы посмотрите, что делает пила. Вы видели? Действие пилы, вы видели? Это хренеть. Блин, все, ребят, я вспомнил, чего мне здесь не хватает. Мне здесь не хватает, конечно же, турели. Если бы у меня здесь была бы турель, то совсем другой был бы расклад. Ладно, мы попробуем, ребят, с вами переиграть. Правда, не знаю зачем, но попробуем. Просто для себя, для любопытства. Смогу ли я здесь действительно что-то сделать или нет? Сейчас, конечно же, мне разбомбят мой автобус. Причем довольно легко. Да-да-да-да-да. И, кстати, здесь, знаете, кого не хватает нам? Нам не хватает здесь Соньки. Почему именно Соньки? А потому что она очень хорошо бомбит. И она сносит вот эти вот сферы, которые выпускают яйца. Ну что, дорогие мои друзья, как вы поняли, неудачные у меня попытки. Ну, это вспоминать надо все. Какие у меня там этапы и уровни. Какие у меня персонажи стояли. И я хотел посмотреть, прокачана ли у меня Сонька на плюс 3. Все ли у нее... Да, ребят, все. А, нет! Нет! Вот она в чем загвоздка-то. Ладно, хорошо, давай посмотрим, ребята. Это, кстати, тоже немаловажные, ребят, аспекты такие. Плюс 3 это ж на одну единичку хп больше, на одну единичку удачи, атака. Это все вам не просто так. Это очень много от чего зависит и очень много как помогает. Ну что, дорогие мои друзья, я думаю, что на этой серии, наверное, мы с вами будем завершать играть сегодня. Обязательно увидимся в следующей серии. Обязательно продолжим играть. Как только у нас, кстати, что-то давненько у нас ивентов нету никаких, да? Как только что-нибудь новенькое у нас появится, ребята, обязательно с вами будем играть в эту игру. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok